Доброго времени суток всем, дорогие друзья! С вами, наконец-то, Каспер, с вами, наконец-то, Dota 2 Ruhab И мы продолжаем смотреть MDL Европейский дивизион этого самого MDL И Elements Pro Gaming против Team Spirit Вот такое у нас интересное противостояние Собственно, только начинается это самое интересное противостояние И мы сейчас поглядим с вами, что же у нас происходило на протяжении всех этих квал На протяжении всех этих квал элементы успели обыграть Вегу Собственно, уже сталкивались оба этих два коллектива в финале Венеров И там 2-1 одержали победу Team Spirit Ну, поглядим, как будут обстоять дела сейчас Так, ну тут вроде как сказали, что все везде Best of 3 Будем надеяться, что информация действительно верная Ииииии, погнали! Инвокер, Teneut Elements Pro Gaming Составы вы видите на ваших экранах Скрин King Air Ну, тут Good Game Камина 0.5, 0.8 Ребята подписались Ладно, разберемся с ними немного попозже У Team Spirit все немного попроще Тут Ramzes, Afterlife, да All is on a fly, Iceberg Ну и мой любимый смайлик на пике Обожаю этот смайлик Ну, собственно, это и есть габлак Да, кто же там у них-то подписан? Ну, в принципе, анимешных аватарок я не вижу Поэтому Илью здесь заметить тяжело Ну, ладно, по ролям уже разберемся Где там Йоку, Иллиданы и прочие персонажи Так, у нас тут Висп Дум, я смотрю, да, Тим Спирит Пока баны тоже весьма интересны Потому что у них оказывается Бристл Саленсер Ну, если наличие Бристла понятно, потому что не хотят под Виспа его отдавать То вот Саленсер в принципе любопытен Ну и Бэйн, недолго думая, появляется, кстати Нет-нет, пока все норм Так, ну что же Вторая стадия пиков Пока непонятно, кого будут забирать под Виспа Потому что Тинни и Элементс Про Гейминг нагло-принагло украли Забирается Лич Также один из излюбленных персонажей Артура Не знаю, вот Висп Лич мне уже выглядит достаточно пассивными двумя пацанами А тут еще и Undying появляется от Elements Ну и уже очень сильные линии вырисовываются с Бэйном, Undying Достаточно легко будут идти Просто нажимать там по одной кнопке И вытанковать достаточно большое количество дэмэджа Ну вообще Мне интересно посмотреть за этими двумя командами Потому что они относительно новые Про сцене именно в плане Да, там, тир-один матчей Ребята только недавно начали Выигрывать много Не то, чтобы они совсем недавно начали В принципе выигрывать Вот много выигрывать Тут я смотрю по этим квалификациям И Team Virtus.pro Там уже успели Поотлетать Ну, поотлетать и не успели Вот Веги Элементы у нас сталкивались с кем? Вот с Ашерами Собственно, тоже с Вегой Что немаловажно А Team Spirit и Virtus.pro Тих же укатывали на этих же квалификациях В общем, очень-очень Яростная здесь была борьба И я думаю, что результаты не все ожидали Именно такие Увидеть Ну и последний бан остается Все еще непонятно Кто там будет у нас под Виспа Не знаю House Knight Мне вроде не очень сильно нравится Хотя, а почему бы и нет Если речь идет о легкой линии Но что получается Бесмастер в миде Doom сложный И кто-то на легкую Кто бы это мог быть? Да, гиролётов нет Вообще пока привычных героев под Виспа Уже почти всех вроде как Поубирали Морфинг разве что какой-то остается Но это уже из Совсем каких-то Неадекватных Вариантов А, ну это же может быть Doom на легкой Да, Висмастер в сложной И вот героев в мид Посчитали не хватает Elements Pro Gaming Возможно они и правы Возможно они и правы Минус Абаддон Да, мне подсказывают Что Камина это и есть Иллидант Ну Разберемся, говорю По ходу дела Ну так как тут билет Вроде отсутствует У МДЛ То Соревновательные никнеймы У игроков Просто не прописываются Ну и если они ленивые То естественно Они остаются Под своими старыми никами Ну вот Забанили Абаддона Team Spirit И как-то посложнее стало Элементам Размышлять Хотя возможно просто Кто-то отошел Как-то иногда бывает Ну и у нас появляется Луна Вот такой вот интересный персонаж Честно Пик выглядит интересно Уже как минимум интересно Потому что есть несколько Мощных достаточно коров Которые Гипотетически Могут неплохо выстрелить Ну вот он Хаус Найт Которого Предполагал я увидеть Но Пока мы Понимаем то что Я его тогда еще назвал Наверное не самым Оптимальным вариантом Но С другой стороны А почему бы и нет Почему бы не взять Хаус Найта Вроде как Прямой контры Ему тут Ну я бы не сказал Что она имеется Да Там может инвокер Немного посмамить И уехать Но с другой стороны Против Луны Герой замечательный Бэйн Ну тоже мало что может сделать Потому что Если иллюзии уже успели появиться То они просто Бэйна съедают Моментально Так что Посмотрим Посмотрим Как он сработает Да Ну собственно Видимо Иллидан как раз таки Является Тем самым Каминой Или Той самой Каминой Ну я даже не знаю Тут на Кого бы можно было Залить Так Сейчас Дайте мне Буквально Один момент Поставим Дефолтный Худик Ну и поехали Давайте поглядим Пока кто у нас Будет играть Начнем наверное С команды Team Spirit Ramzes 666 Боже какой адский Никнейм Играет у нас На Beastmaster Iceberg Chaos Knight All of the Fly Wisp Afterlife Doom Ну и Габлак я так понимаю Играет у нас На Личе А здесь у нас Что Здесь у нас Иллидан Луна King Air Бэйн Screen Undying И По оставшимся Двум Пацанам Судя по всему Генерал на инвокере И Йоку На Тине Или Наоборот Ну наоборот Я думаю Вряд ли В общем Всем желают Все удачи Действительно Очень дружелюбная Должна быть атмосфера Все таки Ребята друг друга Должны хорошо знать Все из Тех самых Задротских Недр Пришли И Уже достаточно Высоко Добрались И я думаю Что обе команды Достойны Чтобы заработать Этот самый Слот Ну вот Уже говорят Что весело Будет 100% Вот и поглядим Да Ну что получается У нас по линиям По линиям У нас ребята Разбегаются Следующим образом Как мы видим Тут луна Засела Вместе с Тремя своими ребятами На нижнем Рунспоте Будут пытаться Его отжимать И Возможно У них даже Получится Это сделать Даже невозможно А получится Потому что Тут вся Агрессия Сконцентрирована Как раз таки На верхнем Рунспоте Где пока У нас обитает Только Тини И Судя по этой линии Это у нас будет Трипла В Оффлейне С Бэйном Луной И Андайингом Да Ну вот Андайинг Пошел Видимо мешать Эту руну Еще отбирать Интересное Телодвижение Сейчас поглядим Получится ли у Скрина Действительно Качественно Помешать Пока Врыв идет Скрин Получает станчик На секунду Очень сильно Его наваливает Дикейм Попадает По двоим Но его в любом случае Сильно пробивают И это серьезные проблемы У скрина Что в свою очередь Практически Влечет за собой Ферстблад Но он выживает Он выживает Даже заобузил Ветка Веткой ветку Что ли заобузил Ну да Похоже на то Все Поехали Поглядим На то Как будет стоять Инвокер в миде Потому что вообще Линия у него Теоретически Проблематична Так как Под сейвов Они у него Конечно есть Но Интервалы нападения У хауснайта Могут быть Достаточно маленькие Там уже С третьего уровня Можно каждых 18 секунд По сути прыгать Ну ладно Каждых 24 Вряд ли кто-то будет Реалити рифт В 2 на 3 левеле Качать Можно потешить Себя надеждами В общем Рамзес У нас стоит Как раз Против этой Триплы Ну пока что Это только Дабла героев Так как у нас Андайн Затесался в миде Помогает Инвокеру И Лич собственно Тоже понял Что на топе От него Проку слишком мало Поэтому решил Уйти на нижнюю линию И попытаться Помочь немного Здесь Пока у него Это получается Но линия Уже слишком Слишком сильно Запушена Поэтому Тут ребята Сейчас будут Получать Экспириенс И бабулесы Бабулесы Мы видим Пытаются прогнать Сейчас луну Чтобы на халявку Ничего не подобивало Но тяжело Это сделать Опа Хорошо Хорошо Крипчиков Так-так-так-бил У нас Слушайте Тут миди Опять идет нападение В итоге Висп Санстрайк мимо И убегаю Беги-беги Дродо Дродо убежал Хорошо И айсберг Со станчиком Должен быть сейчас Станчик Дикейм Кажется промахнулся Скрин Да, действительно Но и есть ведь Станчик хочет Очень сильно Убить инвокера Еще один удар И это ферст блат Ну, флай Боттл заканчивается Но, кстати Через буквально Две секунды Появится рунка И нужно идти ее отжимать В итоге флай Так и делает Флай уходит Находят они здесь Баунти руну Но были бы тут иллюзии Было бы не намного лучше Санстрайк тоже Опять не точный И Это 1-0 В итоге Без каких-либо Совсем негативных Последствий Для Тим Спирит Все-таки Тайминг с руной Действительно Немного помог А вот нам, кстати Подсказывают Что у инвокера Действительно Самый высокий Винрейд По героям Прикнутым Больше 30 раз В этом патче Так, сейчас буквально Секундочку Прошу прощения Все, уселся У нас там, я смотрю Очередной реалити рит В этот раз 2 секунды Получает скрин Продоколт снэп Очень сильно мешает Айсбергу наносить урон Но продолжается погоня Еще нужно дать 2 удара Ну, 2 удара Это достаточно много А вот плюшка Со стана Не в того Видимо В кого бы хотелось И пытается убежать Отсюда Айсберг Сейчас тайминги Не настолько хороши Поэтому придется Возможно даже На базу улетать Ну, либо Кто-то придет С базы помогать Например Какой-нибудь Бисмастер В мид С телепорта Прилетел бы Нет Он улетает на нижнюю линию И таким образом Висп Не висп Хаус Найт Возвращается на базу Видимо Будет боттл Этому товарищу Наполнять Как у нас тут Дилайдут удумал Дума вообще Дилайдут замечательно Тени ему толком Помешать не может Дум тоже Просто стоит Фармит Потому что Теникова Он так же Замесить пока В одиночку Не в состоянии Ну и Пока все Очень-очень Ровно За исключением Наверное Центральной линии Где у инвокера Фраг Лич прогрызает И очень быстро У нас ненадолго Вроде бы Очередная линии Три секунды Попытался Просветочка Просветочка Замечательно Замечательно Крышка И не сделав Кингера Фраг Агрессивная линии Никак не может Хаус В этом нападение Все-таки Также фраг Они оформляют Абсолютно Без каких-либо Потерь И прогоняют Лича На базу Далеко-далеко-далеко На базу Хотя Слушайте Далеко-далеко На него прыгает Еще и зомби Там еще и Мы видим Замак пытался Продолжить Как-то это преследование Слушайте Там луна же Сейчас просто Бимом Убьет Да Так и происходит Еще и Крипчиков Здесь всех Поубивали Минус 4 Это же Почти полное Вытирание Пяти мужчин Ну ладно Четверых Без мастера Здесь не оказалось И телепорт Вроде бы у Рамзеса был Но Прилетать он не стал И вторые некрачи У него имеются в наличии Рамзес Выходит Накричал Хорошо Летит сюда что-то С релокейтом А сюда что-то Это айсберг прилетел Ну Вроде неплохо Нужно отсюда Срочно улетать Вышку забрать Здесь никак Не успеют И Надо просто сваливать Да Чуть-чуть Чуть-чуть С таймингами Прогадали Луна Пока мы Некрачей Хочет поскорее Зафармить Не получилось Лишнюю денежку Заполучить Ну вот Инвокер Пока мы видим Втесался После этого Почти полного Вытирания Пяти мужчин В хитпарад Лучших фермеров И уже почти Дособирал Свой Орхид Но с появлением Орхида Как я уже говорил Лечу И виспу Нужно быть Крайне осторожными Если только у них Там Глимер не появится Например Ну вообще Может быть Очень интересное Противостояние Лейтов Если вдруг Игра дойдет До этой стадии Луна Против Хаос Найта Вроде как Герои Достойные Друг друга И Луна За счет сплэша Хорошо против него Дерется Ну и ЦК Естественно В определенных Ситуациях Крайне Хорош Если вдруг Луна Где-то Накосячит Кстати интересно Луна В этой игре Будет ли Например Собирать Какой-нибудь Драгонлендс Десять силы Все-таки Для Луны Это не так уж Плохо 190 хп Десять урона Десять Спида Это же Идеальный Артефакт Для Луны Просто идеальный Срочно Нужно купить Драгонлендс Нет Но это Барабан Так Выход от Бэйна В миддл Нужен Финсгрип Висп Готовится Спасать Но тут Тинни Прочитал этот момент Убивает Виспа Летит Чайничек Чайничек Улетел В Крипов Айсберг Реальти Риф 4 секунды В Кингера Залетело Но он остался Здесь почти один Даблкил От Иллидана Кого тут еще Дальше гонят Гонят дальше Лича Который уже Ничего толком Не может сделать Еще и ножку Подвернул Еще буквально Плюшечку Урну повесили И еще и заслипали И прям Совсем Совсем Убили Лича Но там уже На топе База горит Если уж Говорить О таких вещах Потому что Просто Дум Приходит Вот так Вот с Абелькой Под темечку Или Дану Суда ему говорит И говорит Генгер Сюда иди Тоже Друг Вы чего Вы что творите Чувак Не то здание Немного не то Сейчас Тинни придет Кабинет поломает Тинни пришел Нет Кабинет не поломал Тогда все нормально Тогда можно то здание Действительно Вот это поворот Просто Тим Спирит Заходят И на 19 минуте Ломают верхнюю сторону Это при том что Сами только что потеряли Пару пацанов Вот это действительно Поворот Я по другому и не скажу А телега тут просто Супер скилловая Она просто стоит И ломает базу И еще одну плюху даст И убьет Не выстрелил Ну барак тут недолго На самом деле Осталось стоять Короче Вообще техника Бесконтактного боя С использованием Хаоснайта Это весьма Древняя Техника сражения Еще и тибетские монахи Шведские тибетские монахи В 2013 году Использовали подобную технику И даже выигрывали Захотят ли Тим Спирит По такой же схеме действовать Ну не знаю Не знаю Так Армлет есть ПТ есть Ну самый-самый-самый Стандартный билд Пока У Айсберга В принципе так же Как и у Луны Не удивлюсь Если следующим артефактом Появится блокинг бар Ну и вот Такой вот еще один минус У нас получился Инвокер Сваливает Да Некрачи уже поражали Но будут забирать Т2 Скорее всего Тим Спирит Т1 они и так Очень быстро Сейчас должны снести И естественно Вполне логично было Пойти сейчас забрать Еще и Т2 Так как сопротивление Достойного оказать Элементс Пока практически не могут Хорошо Торнадо пошло Емпошечка тоже пошла Раскастывается Лунал Луна получает пару Некрачей на голову И просто пытается Отсюда убежать Прикольно Но впрочем Тим Спирит Тоже решили Не особо задерживаться Тоже просто уходят Полетел Чайничек Чайничек-то какой царский Не ожидал походу Скрин Со своим тиммейтом Что могут они Отхватить чайником По щам Но вообще по-хорошему Еще мог и Зомби там Отхватить Если бы чайник прыгнул На один раз больше Могли бы и подразвернуться Да и что у нас получается По деньгам Получается то что Очень-очень Резко Тим Спирит Вырываются вперед Они уже почти Семь тысяч золота ведут И четыре тысячи Опыта Вообще молодцы Да ну а что теперь делать С этим Хаус Найтом С такой слабой луной Пока ему вообще Ничего не угрожает Так тут телега 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 пока еще не подъехала Телега пока расстреливает Непонятно Почему крипов По-хорошему бы просто Залететь сюда Ввалить Один Орех На 30 хитов Ну вообще Не стоит слишком много Внимания уделять Этому Знанию на топе Нужно Немного Сместить Вектор действий Там не знаю На центральную линию Или на нижнюю Вообще по-хорошему Буду Рошана сейчас забрать И потом уже Эти нести базу Противника Да еще и Микадзам Улича Достаточно быстрый 23 минута Улича Который В принципе Только ворды И покупает Это действительно Неплохой показатель И выход Смоки От Элеменс Могут Они здесь найти Конечно Тим Спирит И могут И найдут Наверное Да Находит инвокера Инвокер Торнадо Но больше инвокера Ничего не сделает Сам инвокер Получает сразу же думать 4 секунды стана От Хаос Найта Ну что все Все походу умерли Да там еще и чайник полетел Луна погибает Кингер На бейне погибает И просто И просто Гуд Гуд гейм Вел плей Да кстати Судя по верхнему Скорборду Это все таки Бест оф 5 Да 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 Так и есть И 1-0 Вот так вот Достаточно легко Тим Спирит На первой карте Разваливают Элеменс Действительно Разваливают Не знаю Вообще Какая то странная игра Получается То есть Какой то Супер синергии Между персонажами Элеменс Вроде как и нет Да у них там Должны были Стоять более-менее Хорошие линии Но из-за того Что классно Стояли ЦК С висповым в центре Неплохо тоже Дум Отыграл Все пошло Наперекосяк И не получилось Отжать Пока первую карту Тех же элементов Так что мы будем Уходить на небольшую Рекламную музыкальную паузу Друзья И вернемся Как только так Сразу Далеко не разбегайтесь Впереди еще Очень много дотки